Сейчас я сделаю очень маленькую композицию. Перед тем, как делать букет, надо полностью очистить стебель. Вы видите, что я отрываю маленькие детали, маленькие боковые цветочки, но не обязательно их выбрасывать. Вы можете их использовать также в других композициях. Мы используем все, ничего не выбрасывается. И это очень хороший момент при работе с цветами. Все используется. Мы имеем очень хорошие продукты, но важное, что нужно смотреть и чувствовать цветы, как можно использовать их, и как можно использовать другие вещи. Работая с цветами, вы всегда должны чувствовать цветок, чувствовать то, как его можно использовать, какую деталь в какой композиции. Это кризантема Раиса, но у нас ее чаще в Украине называют Раиса, потому что у нас есть схожее имя. Вам для этого букетика понадобится всего три стебелька такой кризантемы. Вы называете Раиса? Да. Хорошо. Так что вы никогда не забудете. Наверное, никогда не забудете эту кризантему, потому что все имена адаптируются к местным названиям. Нам понадобится, кроме трех стебельков ризантемы, еще несколько листиков аспидистра. Это один большой листик, но мы можем сделать из него три. Вот маленькие детальки из одного листочка. У вас маленькая композиция всего из одного листа. С листами аспидистра можно делать это сколько угодно. Я делаю это специальным кламером, степлером, но вы можете делать это обычными скрепками, обычными степлерами или даже булавочками. Можно использовать декоративные булавочки с красивыми камешками. И тогда у вас появляется опять новая деталь. Когда вы используете цветок и листок аспидистра вместе, у вас уже будет опять же маленькая деталь, которая обращает на себя внимание. Но в том случае, если вам не надо, чтобы была заметна эта красивая деталь, и вы используете цветок, или столько аспидистра под хризантемой, вы просто скрепляете его скрепкой, для того, чтобы не тратить деньги и не тратить время. Вот наши три хризантемы, которые мы складываем вместе. Очень хорошей особенностью хризантемы Раиса есть то, что она имеет округлую форму, она растет шапочкой. И потому, когда вы складываете несколько стебельков вместе, у вас уже есть красивая округлая форма. Мы с вами сделали букет в спиральной технике. Все стебли расположены в одном спиральном направлении. После этого мы должны в двух местах связать букет. И после этого у вас получается параллельный букет. Параллельный букет это букет, когда все стебли расположены параллельно друг к другу. Я также использую ленту для связывания, это очень хороший материал для букетов. Вы просто закручиваете эту ленту, это очень быстро. Можно оформить этот букет вот так. Погодите, я не знаю, я забыл. Очень важно. Также важно, чтобы пакетить ленту. Еще очень важно выбрать красивую обертку. Вот здесь, в Украине, вы продаете множество подобных вещей, я думаю. Очень красивая в данном случае будет зеленая. Так что я делаю, я беру четыре квадрата. Я их складываю вместе, немножко по диагонали. Делаю круглые отверстия посредине, вставляю букет. И вот у вас дополнительная деталь в букете. Скрепляем степлером. И вот у вас два в одном. Дополнительная деталь и упаковка. И еще используем несколько соломинок. Мы пронизываем их насквозь через хоризонтему Раиса. Этот вид хоризонтемы опять очень популярен в Голландии. У нас очень много видов и сортов хоризонтем. Но важно выбрать несколько тех сортов и видов, которые будут хорошо сочетаться друг с другом. Например, если бы вы использовали розовую хоризонтему, то можно было бы использовать соломинки или палочки другого цвета. Можно, конечно, придумать еще что-то, но я думаю, что уже букет закончен. Раиса. Букет и хризонтема Раиса. Я дарю букет девушке. Хризонтема очень подходит к цвету ее волос и вообще к ее внешности.